и снова здравствуйте всем привет итак давайте значит нашему эко молодому сделаем напарницу вот эту джинс и потом можно будет сделать сценку именно драки да прикольно будет они молодые дерутся все это дело скопировать бомба может получиться так значит что мы делаем мы к нашей вот этой джинс добавляем тело я не буду значит сделать болванку потом с болванки все это дело потом пролепливать это уже мы оставим на прошлые ролики где я показывал как лепить и значит мышцы когда их не знаешь и так далее так я просто добавлю готовую болванку мы сейчас погони подгоним значит по размеру и давайте все это дело словом делать так по флуру видите что соску писать по 6 у меня голова большая уменьшать я не буду я буду делать большого персонажа потом все это дело будет уменьшаться уже после склейки значит блендер так что мы делаем нам понадобится давайте возьмем глаза глазам сейчас мы сделаем какую штуку добавим кисточку добавим лоад браш кисти я много уже наделал кистей которые ускоряют работу значит по скульпту если вы не умеете делать тело ну желательно значит болванками вот этими ну как готовыми не пользоваться вы значит лучше посидите подольше и постарайтесь это все дело понять как компонуются с таких мешей как это все дело склеивается как пролепливаются руки а потом уже когда вы это все будете знать и чтобы постоянно не пролепливать значит не тратить время на вот это то что вы будете уже уметь можно иногда значит вот этим делом пользоваться так кисточки я кидал в группу это здесь волосы косицы потом значит тела волосы все что значит я находил со временем за четыре года нашел я сделал выбраж кисточки которые помогают мне лично сократить время на создание моделей так сейчас я возьму значит болванки тел вот они под подгрузились их тут немного но в принципе это достаточно чтобы делать каких-то персонажей так и тут вопрос добавлять женскую женское тело значит к персонажу или мужское я добавлю мужское вот вытяну значит на глазах так почему то у меня значит тут все отображается вот таким вот образом до переключусь значит белый цвет сейчас мы все это дело подкорректирую потому что персонажа значит раскрашен отключая эту кисточку и теперь нужно глаза отделить от кисточки глаза когда мы вытягиваем персонажа они маскируются мы им добавляем control w или делаем допустим control и добавляем control w нашему персонажу вот этого так можно переключиться значит на глину свете какой внешний вид но работать так не получится да значит теперь давайте отключим наши вот эти раскраски и переключимся на белый цвет чтобы у нас все это было более светлое если вас не устраивает яркость да то тогда заходим в документы и просто вот этот ползунок чуть-чуть экран делаем посветлее так теперь значит включаем флор флор и заходим сплит надо все это дело отделить group сплит нажимаем и это все должно вот видите глаза отделились саптулах тело отделилось мы переключаемся на тело вертим тело если далеко наш значит это транспоз то тогда мы зажимаем и левая кнопка мыши переносим на нашего персонажа потом мы его тут подгоняем подкручиваем наш вот этот флор сейчас уйдет самый низ подгоняем персонажа подставляем его вниз еще увеличиваем потому что повторюсь что я сделал большую голову и не хочу сейчас все эти саптулы значит перекручивать уменьшать сделаю большую модельку так давайте еще тогда добавляем тело и опускаем ниже так тело теперь нужно чуть-чуть подровнять перекрутить подогнать здесь сверху видите что она тоже перекрутилась через альт левая кнопка мыши можем все это дело передвигать вытягиваем жаль что здесь нет значит альт в смысле единицы нам паде как блендер кройка нам паде так теперь что мы делаем голова все еще маленькая вытягиваем смотрим голова еще сильно большая мы еще вытягиваем тело так тело у нее значит тонко что можно сделать смотрите все это дело альт можно перекрутить еще раз подвести к телу нашему подогнать к нашей голове выровнять шею но это надеюсь вас трудности не составит во едите то надо как у диктора отрабатывать ехал грека через реку да и смотрите как это все можно уменьшить можно все это делал конечно сплюснуть но это будет принципе неправильно я сделаю это мира я чуть-чуть мать и еще как вот у нас серединка вот у нас метка нам нужно просто персонажа чего чуть оттянуть заметку ну чтобы ноги у нас не склеились у персонажа иначе придется потом делать позу звезды о как сказал эти тут все склеивается все это мы сейчас подтянем подгоним принципе телом я доволен по размеру она почти попадает сейчас если вы сомневаетесь чем-то что там то ли это попали вы то ли не попали здесь поможет нам значит пропорции пропорции можно скачать подгрузить значит с интернета зайти найти где они находятся у вас подключить включить текстуру выбрать текстуру нажать вот эту галочку и вот они наши пропорции значит наших тел какие они должны быть сколько голов вмещается в тело вот у ребенка это раз-два-три-четыре чуть взрослеет ребенок там года три ему допустим это три 4 5 потом раз два три 4 5 6 выходит потом 7 вот так вот вот даже тут написано три года год пять лет у нас где-то джинс лет восемь да давайте поставим все это прозрачность и вот это будет значит вот этот персонаж вот он будет соответствовать значит возрастной нашей вот этой категории значит что мы тело тогда еще увеличиваем выравниваем чтобы наши ноги выровнялись плечи тоже выровнялись в принципе подходе да но голова у нас еще больше когда мы еще больше увеличиваем тело выравниваем нашу голову и тогда z увеличим просто нашу картинку гранина нашу голову по персонажу когда вы увидите что тело у нас большеватое. Ну, в принципе, оно меня устраивает. Вот это тело, в принципе, джинс подходит. Так, теперь руки, я не хочу, чтобы они были в Т-позе, я хочу их сделать в А-позу. Значит так, я это все делаю. Теперь, видите, кисточка просто будет больше, неудобно, конечно. Надо уменьшать модель, но голову надо было сразу болванку уменьшить, волос. Ну, или заморочиться, все это дело, значит поуменьшать. Так, теперь Ctrl и инвертируем маску, выбираем Transpose, Alt левая, ох ты. Так, ну здесь Ctrl Z и Alt, левая кнопка мыши ставим на плечо. Все это дело где-то вот так вот опускаем. Вот так меня устроит. Я одежду потом буду делать. И теперь, смотрите, плечо высоковато. Опять же я Alt, левая кнопка мыши перекручиваю и опускаю плечо еще ниже. Потому что плечи, если вы сделаете выше, когда будет вставляться рик, они так и останутся. Вы их сразу корректируете опущенными. Тогда будет, ну, расслабленными. Тогда будет правильнее. Так, мы еще тогда чуть-чуть еще опустим нашу, значит, руку. И сейчас потом можно будет уже опускать плечи. Делаем этому всему делу миррор. Тело у нее толстоватое. Значит, теперь нам что понадобится? Нам понадобятся ее размеры. Вот по мелкой джинкс, по мелкой джинкс, значит, у нас этого всего, как говорится, маловато. Ну, вот такая картинка. Очень популярный сериал. Не понимаю, почему, если сериал популярный, очень мало у нас референсов, мало у нас, значит, этих персонажей налеплено. Так, Z. Все это проходит. Видите, в принципе, я попал по голове. Голова потом еще будет подтягиваться. Если включить перспективу, она еще больше похожа. Я, кстати, в блендер потом покажу, как там все это дело работает, эта перспектива. И вы видите, что плечи у нас все равно большеваты. В принципе, таз, если у нас еще и попал, то плечи все равно большие. Как мы это все дело устраним? Мы, значит, все это дело замаскируем, вот эту все опять штукенцию, только теперь с плечами и с частью вот этого тела. Смотрим сзади. Тоже все это дело корректируем. С лопатками прям выбираем. Потом все равно это будет редко переделаться, так что не паникуем. Z. Картинку, значит, переносим. Смотрим. Видите, по ногам мы попали. Тут уже обувь. Тут все нормально. И теперь мы вот эти плечи, так, Ctrl-I нажимаем и транспозом Z отключаем, транспозом уводим, транспозом опускаем еще ниже. Shift-Z. Смотрим, что у нас получилось. Ну, в принципе, если по картинке смотреть, то нужно еще больше отводить. Вот, прям заводить сюда. И будет тогда у нас правильно. Делаем опять же мира. все, снимаем маску. Ну, теперь у нас большеватое вот это вот само тело, да? Тут еще придется нам чуть-чуть подтянуть, подкорректировать, пролепить. Ноги у нее тонкие. Тогда давайте все это значит аккуратненько делаем похудее, делаем мира и смотрим по телу, да? Ну, не Alex is good, да? Значит, что? Теперь мы маскируем нашу ногу. Вот вы видите, что такое болванка. В принципе, наработать размер персонажа, да, вот пропорции его. Если мы это все наработали, ну, все равно нам придется пролепливать. Что-то там как-то уменьшать, что-то добавлять мышцы. Так что чуть-чуть мы еще вот это уменьшаем. и ногу отводим. Смотрим, видите, здесь нога коленями может склеиться. Ну, мы ее тоже уменьшим. Смазку снимем и делаем мира. Так, теперь нам придется откорректировать, значит, таз. Таз мы будем корректировать мофт топологи. Вот эту талию, так, это уже Ctrl Z X симметрия. Включаем и симметрично все это дело уменьшаем. Ну, здесь у нас получается, видите, какая-то кака. эту каку мы вот где ребра. Давайте растянем, потому что здесь должны быть ребра, грудная клетка. Так, здесь чуть-чуть надо уплотнить, где-то чуть-чуть выделить грудь, живот. Ну, вот так. Теперь, вот здесь мы чуть-чуть прибрали, нужно прибавить будет на ногах вот эти вот мышцы. Ну, в смысле, да, это вот где-то что-то оттянуть, где-то что-то подправить. Вот спина у нее толстоватая для этого тела, значит, мы корректируем спину, корректируем плечи, еще уводим, там, еще где-то подправляем. В принципе, вот с телом, да, с телом, тут грудная клетка пусть будет у нее побольше, конечно, талия чуть-чуть поменьше, живот чуть побольше, ну, в принципе, вот такой получается персонаж. Но у нас теперь вот эти ломки, видите, да, вот они. Эту сетку мы можем, значит, шифтом попробовать выгладить, у нас все выглаживается, но вы видите, что, насколько все вдавлено. Это не есть хорошо, это мы сейчас подправим. Так, теперь, голова, голова подтягивается, шею оставим ее родную, но это как для ориентира, вот эта шея будет ориентировочная. Так, есть такое дело. Наверное, все-таки вот поделу-то попали, но голова, мне кажется, все равно как-то большевата. чуть-чуть еще поднадуем, чтобы уши совпали с нашими ключицами, потом я еще голову чуть-чуть сделаю похудее, ну, в принципе, все, мне нравится. Теперь я делаю, что, делаю дайна-меш, все это дело склеиваем, заполняю то, что ликвидировано. Так, 2 миллиона, почему 2 миллиона, потому что большая модель. Если у вас что-то будет скакать, где-то что-то там будет выпадать, то тогда уменьшаем до победного. Вот, 64 приметились, маловато мне это дело будет. Опускаюсь на 200 и вот на 200 где-то должно быть 625, правильно. Все, вот теперь я могу смело все это дело выглаживать, пролепливать, добавлять, если мне нужны анатомии, а то я буду пролепливать мышцы, лепить, рекомендую Clay Buildup и желательно включать автомаскинг. Вот, кисточка будет у вас работать большая, я работаю на двойке. Лучше по чуть-чуть накидывать вот это вот все дело, но зато все потом работает изумительно. Так, здесь мы добавляем значит переходы, можем добавить какие-то мышцы, все это дело выглаживать, мне главное вот эти вот, вот эта часть подмышек и крыло через Alt можно значит Alt левая кнопка мыши все тут подогнать, чуть-чуть добавить у нее тут припухлости, но сильно конечно не добавляйте. Вот, так, что у нас тут по симметрии вроде бы есть еще, а ну, кому рисуем мира, все, симметрия есть, заполняем наши вот эти вот части, чтобы сейчас она должна склеиться, а когда она склеится, мы это все дело потом еще доработаем, все, здесь у нее ребра. Вот, все это дело сейчас мы еще живот, тут таз доделаем, какие-то мышцы добавим, если они нужны, конечно, мне вот эта болванка нужна чисто под одежду. Так, тут грудь, делаем Ctrl левая кнопка мыши, снимаем все это дело, опять смотрим, что получилось. Выглаживаться сразу скажу, что моделька будет плоховато, потому что она большая и многие из вас, когда будут это дело делать, будут боговать и говорить, лучше бы я это дело уменьшил. Вот, я всегда себе так и говорю, не парени с диманом меньше, но начал делать, делай уже. Так, отводим плечи назад, потому что плечи у нас будут всегда поданы вдаль. Так, теперь грудь чуть-чуть, конечно поднимаем, выглажка повторюсь, будет очень плоховатое на большой модели, так, ребрышки чуть-чуть уменьшим, так, живот, ну, наверное, чуть-чуть добавим, таз чуть-чуть добавим, так, вот так где-то. Так, сбоку мне нравится, но мне теперь недостаточно что. Мне нужно отрезать голову, ее родную модель, вот опять, бац, все, она мне не нужна. Теперь я подтягиваю молд, тополаджи, все это дело значит к нашей голове, вот, чуть-чуть где-то приподнимаю, привожу, грудную клетку я еще припускаю по шее, потом я еще шею подработаю, да, так, плечи я еще, наверное, чуть припущу и чуть-чуть уплотню. Так, не нравится мне вот эта часть подмышкой, вот, я ее еще больше натяну, вот сюда, здесь вот сейчас я еще проработаю, накидаю в зад, смотрим, что у нас получилось, чтобы она не была у нас горбатая кривая, так, и вот эту руку, вот, руки сейчас выберем, так, и к симметрии убираем, вот, одну руку вот эту выбираем, и выбираем где локоть, все это делаем, маскируем, вид сверху ставим, так, флор теперь можно отключить, и транспозом через альт, я это делаю, опа, контрол Z, контрол И, забыл нажать, все это дело, опа, увожу вперед, и чтобы рука у меня была именно согнутая, так, опять же, через альт подвожу, и выкручиваю вперед, тогда лучше будет вставляться кости риг, ну и будет внешний вид получше, делаем мир, снимаем маску, делаем дайномеш, и вы видите, что у нас получаются вот эти швы, эти швы желательно опять же шифтом выглаживать, все уменьшать, руки у нее очень тоненькие, модельку нужно все будет выгладить, вот так вот, иксимметрию теперь можно нажать, кисти рук мы заменим, так, в принципе, что, меня это дело устраивает, так, колени чуть-чуть развести, ноги тоже можно чуть-чуть вот это все дело подать, шифтом вот это все дело выгладить, выглаживаем, 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 чтобы моделька была гладкая, так, теперь, что у нас получается, клейбилдап, подмышкой тоже все это дело выглаживаем, здесь попробуем еще докидать вот так вот ребра, добавляем значит здесь шифтом сейчас пройдемся, чтобы модель опять же была гладкая, так, тут у нас а вот жаль, я ее не уменьшил, теперь вот гладить это долго надо, большую модель, но никак не хочет она с ней адекватно работать, ну, так, чуть-чуть добавим, нам нужна чисто форма, чисто анатомически полностью, мы не горим желанием, допустим, все это будет одето, так, теперь, где-то добавим выемку, здесь добавим косточку таза, все это дело выгладим, если получится, не хочет она гладко все это дело делать, так, здесь лепить не лепить не знаю, ну, давайте набросаем, да, паховую зону, тут у нас живот еще идет, мышца, тоже ее наметим, так, здесь у нас что идет, альт левая кнопка мыши, грудь, в принципе, у нее еще не должно быть, ну, и добавляем ребер, вот, образом, да, конечно, на рейфе они что-то загнули такую штуку, а ну-ка, ножки, видите, у нее еще ноги еще худее, так, ну, куда же худее, как говорится, да, ну, давайте еще их выглазивать, 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 прям, руки еще тогда выглазивать, там, плечи, чтобы она у нас стала вообще тонкая, так, хоть бери и уменьшай модель, вот, так, где-то чуть-чуть приподнимем, где-то чуть-чуть доставим, так, есть такое дело, кисти рук пока на них не смоем, их будем заменять, так, грудную клетку чуть растянем, так, ну, в принципе, что, в принципе, меня пока устраивает, теперь, что я хочу сделать, значит, выбираем нашу палбер, если мы перспективу включим, мы сейчас ее немножко подкорректируем, выберем, значит, наши щеки и чуть-чуть, так, эта кисточка большая, в принципе, ничего, так, мы вытянем лицо побольше, чуть-чуть сместим щеки, так, Shift Z, Z отключаем, перекручиваем нашу модельку, вы видите, что, ну, это она, это она, но, единственное, что, волос нужно будет потом переделать, да, так, я еще немножко, наверное, височную часть ее уменьшу, так, немножко, наверное, глаза подниму и, наверное, чуть-чуть прям вытянетый под это тело, она прям просится, чтобы у нее было вытянуто, значит, лицо, включаем белый цвет, ну, в принципе, что, в принципе, она, но, можно еще и возрастные добавить какие-то изменения, допустим, нос, чуть-чуть вытянуть, губы, допустим, еще подать вперед, ну, а подбородок чуть-чуть назад, ну, в принципе, по рефу, по всей штуке она так и выглядит, так, смотрим, в принципе, да, чуть-чуть припустим щеки еще и побольше, раз мы губы поднимали, так, губы нормально, но губы у нее потоньше, здесь расширяется, там поднимается, так, еще вот здесь вот щеку надуем ей, вот, подбородок мы его все-таки сделаем поострее, так, есть такое дело, переключимся на наше тело, рефами, конечно, хорошо пользоваться, но вот вся фишка в чем, что значит, есть рефы, которые просто ну, они, когда начинаешь делать, там полная нестыковка идет, вот как и сейчас, кстати, спалбер, спалбер, да, вот, проблем, конечно, побольше, вот, как сек, а там еще что-то, о, по рисунку, по возрастным вроде бы вот так, ну, так она, наверное, больше похоже, давайте ее теперь покрасим, выберем цвет С нашей модели, и значит, тело наше иксиметрия, просто, так, что у нас тут получается, так, 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 а ну-ка, С, и, 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 теперь, сейчас, нам понадобятся еще шмотки на нее, на сандали, так, есть такое дело, вот, ноги мне не нравятся, да, бывает еще какая штука, не все, если вы пользуетесь болванками, то, приготовьтесь к тому, что бывает, болванка диктует свои, значит, вот эти правила, да, и бывает, когда вы делаете, вроде бы все хорошо у вас получается, но она, болванка, никуда не уходит, да, и она, как будто ее вроде бы нет, вы ее вроде бы переделывали, но она все равно присутствует в этой модели, она бросается в глаза, но я не знаю, как это объяснить, точно, да, это вы уже, когда начнете лепить, то тогда, многие, многие вещи вам станут более такие понятные, так, так, это что у нас с волосом, так, ладно, все это дело есть, теперь шифзет, что у нас тут по шмоткам, значит, первая шмотка у нее, первая шмотка, это значит, давайте сделаем, вот такие вот, три кошки, да, и тогда на этих три кошках, ну, ох, как у нее вообще, ноги должны тоньше быть, это шиздец, разве же такое может быть, это что, как говорится, задохляк, ну, куда, вот, казалось бы, куда еще ноги тоньше, да, а они говорят, давайте еще тоньше, тогда и зад надо подкорректировать, его как бы должно почти и не быть, ну, и тогда и спину, поясница, вроде бы по телу попали, ну, таз, вроде бы все нормально, косточки, ну-ка, поменьше кисточку делаем, так, и подправим вот эти вот мышцы, так, а ну-ка, во, шлиф-зет, тогда еще тазовые кости надо еще поменьше, и ребрышки тогда еще поменьше, о, да, как-то так пускай, давайте маскируем поколение нашего, вот это вот, нашего персонажа, шиф-зет, смотрим, как чего, там у нее будет ремень, так, control, желательно делать ровную маску, рисовать оно, конечно, хорошо, лучше иметь ровный кант, теперь мы делаем, значит, что экстракт, будет слишком толсто, делаем экстракт, будет слишком тонко, делаем ацепт, появляется вверху, сапту, отделяется у нас, значит, штанов, снимаем маску, и теперь смотрите, мы должны обязательно сначала зайти в деформацию, потому что слишком тонкие штаны, они будут в дырках после дайномеш, нужно им дать толщину, так, 107 тысяч, смотрим, что да как, шиф-зет, давайте посмотрим, так, сразу все это дело, давайте покрасим, вот этот цвет, по-моему, будет лучше, чем вот этот черный, он у нее не черный, вот этот вроде бы как, правильный цвет, да, ну давайте, с выберем, и это все дело, закрасим, потом уже будем заниматься оттенками, заработками, оттенками, как чего правильно, так, шиф-зет, тут вообще тонко, как-то показано, это шиздец, по идее, еще ноги должны быть тоньше, тогда у нее ног не будет, но я думаю, вот это я оставлю, картинка, картинка, но, так, теперь у нас идет майка, ну давайте сделаем майку, так, майка идет до самого низа, значит, вот это мы все дело выбираем, так, а ну-ка, переключаемся на наше тело, альт, левая кнопка мыши, снимаем маску со штанов, если она присутствует у вас, выделяем вот это, значит, часть, shift-z, и доходит, и доходит она чуть ниже плеча, как-то так и выходит, а ну-ка, надо будет, руки, наверное, немножко, ну да, вот эту часть я потом кистями уменьшу, слишком неправильно вышла она, слишком длинная, ну хотя бы, ну так правильно если опускает она, должна на бедра опускаться, ниже бедер чуть-чуть пальцы должны быть, так, теперь, значит, если вам нужно что-то, вот лучше лосо взять, ее вот так вот, раз, и ровную полосу, чтобы засобачить, делаем опять же, в саптулах экстракт, ацепт, делаем, снимаем маску, заходим, куда мы заходим, опять в деформацию, добавляем, инфлаты чуть-чуть, shift, так, а ну-ка, подождите, давайте вот этот саптул, значит, ликвидируем пока, delete, окей, а на этот саптул, я, наверное, control, alt, выберу, так, выборку, ну да, опа, и вот они у нас еще косяки, значит, высветились, которые надо ликвидировать, так, смоем опять же, чтобы все было закрашено, то сейчас опять какая-нибудь штука выглядит, потом будет дырка, потом дырку надо будет заделывать, и будет потом печальная история, начнет наша одежда, так мозг выносить, так, есть такое дело, тогда заходим опять же в деформацию, inflaten, и теперь в геометрии, дай нам, смотрим сетку, все плотненько, все нормально, все в Z, так, это мы сейчас попробуем обыграть это дело, вот не люблю вот эти полоски рисовать, значит, в этом, вроде шмотка подходит, длиннее, наверное, рукава у меня, ничего, мы это, о, а здесь плечи, видите, побольше, ну, попадет, так, FZ, теперь, что мы делаем, смотрите, маскируем, вот так вот, серединку, и делаем C, и вот так вот, жик, проводим, Ctrl, так, снимаем маску, теперь делаем, вот такую штуку, раз, делаем C, о, подождите, Ctrl Z, еще делаем, вот такую штуку, вытягиваем нашу маску, вот так вот, вот таким вот образом, и теперь, значит, вот так вот красим, так, снимаем маску, так, Ctrl Z, так, поменьше, значит, выберем, теперь, вот так вот закроем, и C, вот, вот так, что-то это темное, вообще плохо видно, ну, потом подправим, так, значит, вот так теперь делаем, и выбираем, центр, делаем C, так, Ctrl I, здесь будет потемнее, да, тогда выходит, вот так, что у нас там по рукам, потом идет у нас, значит, C, вот так, подмышкой она, полоса, так, наверное, вот так, как она должна быть, угу, так, а здесь тогда, наверное, поменьше ставим, и что там выходит, так, а ну-ка, C, теперь другой цвет добавим, и здесь мы его делаем, C, так, а ну-ка, побольше теперь поставим, чтобы видеть, пусть перепадом будет, здесь, значит, тоже, тоже, кто-то мне напоминает, этот, как он, ну, из джаза, в Советском Союзе, такие носили майки, и здесь, так мы будем думать что где-то в таком духе я наверно ну все-таки попал на так это слишком ровная наверное слишком кривая почему кривая потому что форма тела у нас у нее такое и теперь раз майка это волнистая ну ничего там ребра потом подгоним подтянем красим где-то так теперь мофф топологи шеф-зет и значит вот эти части чуть чуть еще повыше поднимаем от плечи можно чуть-чуть побольше значит чуть-чуть по квадрат не потому что картинка чуть-чуть не стыкуется так ладно допустим все это у нас потом еще подгонится папа так это допустим есть теперь переключаемся на нашего персонажа майку теперь отключаем и шеф-зет у нас получается вот такая вот интересная значит булза да значит так через alt мы еще поменьше делаем и здесь значит раз шеф-зет alt еще прям повыше поднимаем на где-то вот таким вот образом да гортань давайте побольше сделаем control alt сзади можно закрыть делаем экстракт то же самое control снимаем маску заходим в деформацию делаем in flat ну а теперь делаем дайна мэш включаем нашу майку и смотрим что вот эту штуку нужно больше делать отпускает оттуда значит тогда вот эти рукава еще контрол зет попробуем опустить так чё ты не хочешь а ну-ка вот она тогда по рукам правильно надо еще ниже и опустить так а это тогда штуку утянуть да да и тут подмышками чуть-чуть через чур наверное я увел но ничего все это дело будет хорошо выглядеть так все это надуваем потом это еще пролепливать надо будет так это значит рубашку нашу опускаем пониже вот а у нее тут полосок побольше и там цвет по моему красный ну ладно значит на рукавники теперь давайте добавим на рукавники тут потом я добавлю значит один край вниз один вверх это уже не проблема теперь значит переключаемся на нашего персонажа не забывайте снимать снимать с него маску так и шифзет докуда они идут они прям поднимаются выше локтя вот так я вот вижу что вот это предплечье у меня значит больше потом придется кисть тут обрезать слишком длинные что то у нее тут хотя по рукам так по анатомии она подходит ну не знаю так давайте опять экстракт что у нас тут получается ацепт снимаем маску бум опять же деформация инфлат и делаем дайна мэш так все это тоже нужно будет пролепливать пока наметки пока все у нас более-менее нормально идет теперь щиколотки вот эти вот у нее согласен а здесь вот можно ноги еще где косточки где стопы стопы еще потоньше сделать и вот сейчас я опять жалею что я голову не уменьшил потому что с большой моделью работать ой как неудобно ну в плане не том что там экстракт дайна мэша вот именно плохо выглаживается большая модель минус ее вот это так вот теперь давайте сразу я поставлю руки для анимации чтобы уже видеть нашего персонажа да обрезку поставлю значит вот так бац ликвидировали теперь опять же я не буду лепить пальцы я добавлю кисточку где у меня находятся кисти рук вот эта кисть мне больше всегда нравится теперь я сделаю дубликат не дубликат а вот этим значит нашим тряпкам на руках control w одну полигруппу просто там присутствует полигруппа нижняя боковая вот этот ребро и верхняя и получается нужно делать одну полигруппу чтоб это все дело не расслаивалось так теперь я добавляю без симметрии значит сюда кисть руки отключаю кисти рук так и теперь с помощью транспоза все это дело так что такое так пока болтал значит по телефону добавил значит кисти подправил подтянул обрезал и значит докрасил вот эти вот боковые штуки так что еще все ремень я тоже значит тут маской снял ну все как раньше делал просто теперь с ремнем так нужно нам теперь еще добавить шифзет значит колготки и заднюю вот эту боковую штукенцию да значит заднюю штукенцию будем добавлять каким образом смотрите выбираем штанишки так до куда она там доходит ага выбираем вот так вот все это дело маской и середину маску и середину маску выбираем и середину маску выбираем каким образом да отключаем все наши видимые приметы и значит control alt наверно наверно это так да угу так теперь делаем control а ну ка control alt вот вот выше поднимаемся если что потом опустим чтобы у нас нижней этой части не было да ну и делаем шифзет так наверное еще больше нужно так а ну ка если вот так вот я возьму вот вот и значит поверху тоже она должна быть вот эта часть но близко к краю не подходите потому что там будет потом еще один значит как его называют ляпухи короче вот так очистим все теперь делаем опять же экстракт вот видите за что я говорю за этот ляпух control w на него нажимаем control shift левая кнопка мыши и значит нужно в геометрии сделать модифика пола делал хидом так теперь так через shift открываем все наши саптулы и сможет значит вот в этот цвет их и красим значит c переключаемся на кисточку стандарт вот все это дело закрашиваем вот так вот раз теперь shift выглаживаем увидите что она зашла к нам по форме значит наших штанов здесь мы уже вот так ее вытянем так не поймал не за ту значит уцепился делаем control w одну полигруппу делаем геометрии пробуем dynamesh вроде бы все сделалось выглаживаем тут немножко значит все это дело искривляем подправляем делаем ее чуть-чуть поровнее где-то что-то вытягиваем где-то что-то вытягиваем так и на что она значит cfz так а ну-ка здесь еще должны быть лямки значит даем как добавить лямки лямки мы добавим можно ремень порезать так 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 давайте сделаем дубликат так ремень какого цвета у нас черного да покрасим ремень и значит ремень тут у нас в центре должна быть две такие петли ну пусть я потом сделаю так что еще лямки теперь делаем ремню дубликат и смотрим так shift z у нее значит лямка раз два ну где-то три лямки да переключаемся на трим рект ровный обрезаем 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 хорошо так ну и тут две штуки нам хватит да опа я сейчас идти удалю так ctrl z ctrl z ctrl z ctrl z вытяжкой сделать да так а если у нее ремень тут а ну-ка сейчас посмотрим а ну-ка сделаем деформацию сделаем инфлат вот так они симпатичнее будут смотреться так и сделаем дай на мэш выглаживаем так тут нужно теперь выравнивать так я вот не пойму как эта кряпка вообще там держится если она а эта хрень должна быть синяя вот как она он дает а так ну ладно но в принципе к этому все и готово в том чуть-чуть выглаживаем чтобы пара в ней были ну а теперь кисточкой делаем значит c и скрасим венто цвет я думаю хватит столько так ремень как можно значит разрезать тут еще можно складки значит пролепить не суть вопросов shift z что у нас тут колготки да давайте добавим в смысле а зачем их добавлять а просто просто можно покрасить так выбираем тело кисточку x симметрия c ну как то так то теперь нам что нужно сделать нам нужно добавить значит какой-нибудь сапту ну пусть тут лямки будут делаем дубликат и на этот дубликат импортируем обувь обувь я значит скачал не хочу я значит их можно их конечно тут сделать все можно значит замоделировать их в блендер ну если есть готовые мысли зачем тогда долго тратить время да так теперь вот они наши ботинки куда они тут делись да альт альт левая кнопка мыши подгоняем увеличиваем их в размере они у нее такие прям массивные должны быть так x симметрию на отключить и значит подогнать к нашему персонажу так тут что-то ноги у нее выкручены одну маскируем альт левая кнопка мыши в другой перетягиваем и чуть-чуть на перекрутить во вот так будет лучше наверно а ногу чуть подправим сейчас так и что у нас получается делаем геометрии модифика получаем мира and well смотрим как она тут села по ноге выше поднимаем чуть-чуть даже перекручиваем мира мира все это нормально значит пока это пусть будет покрашено черным цветом ну чтоб это отличались да перелушенная вот таким вот как ремень не сильно черный сероватый так теперь у нас тут тело мира чуть-чуть значит подтянулось да ну тут еще другая песня у нее другая тут еще у нее тут складка такая идет значит да еще на руку надо сделать дополнение и значит складка у нее идет от этих ботинок ну в принципе можно их не добавлять или добавить в блендер да такие вот они там как кожа такая здесь завернутая можно их в блендер добавить так наверное и сделаем так займемся рукавами что-то вот мне вот колготки у нее вот выбивают они как-то из может с майки взять цвет ну ладно сейчас посмотрим так выбираем кисть руки и добавим значит у нас маску там shift z смотрим что у нее тут ага вот так она заходит вот так она заходит и через палец здесь вот раз раз так делаем всем этом делу экстракт чуть-чуть поменьше ацепт добавляем опять же деформацию надуваем сколько нам надо и видим что у нас все попорвало да а ну-ка пробуем кисточку какую-нибудь а маска не снялась ctrl z ctrl z ctrl z снимаем маску и теперь значит тут инфлат вот делаем геометрия дайна мэш переделываем сетку теперь делаем shift чтобы потоньше где-то что-то было теперь нужно это немножко дело пролепить он добавит где-то тут вкладку добавить тут еще какую-нибудь штуку так гладить добавить значит мощности и прорисовки и как-то ну что-то в этом духе да нажимаем можно где-то через alt попроходить сделать вмятины ну в принципе нормально так делаем всему это модифика позже mirror and well и теперь нужно все это дело покрасить покрасить опять же выбираем z выбираем нашу картинку какую-нибудь увеличим ее в размере за чуть-чуть отводим уменьшаем кисточку где-то что-то еще докрасываем так теперь c а тут видите мало значит ctrl d ctrl d ctrl d ну это много ctrl z 127 хватит del hidden cz вот теперь должна ага вроде бы получше нормально так где-то докрасываем так теперь нужно вот эту вот значит верхнюю нашу часть состыковать с этой частью чтобы когда будем потом делать склейку чтобы это все была одна перчатка вот делаем ей мира and well и не забываем обязательно значит вот эту штуку еще ну опять же мира and well так в принципе можно попробовать и сделать вот эти вот загибы да давайте выберем вот эти ноги сделаем вот такую вот и маску сделаем сделаем в геометре сделаем экстракт здесь уже можно чуть-чуть потолще прибавить ацепт делаем теперь в геометре дайна мэш так а ну-ка маску не снял делаем дайна мэш и вы видите что вот видите порвало ее вот эту штуку ctrl z потому что тонковатая на толстую сделать но бывает не очень нужно значит добавляем делаем дайна мэш все видите сетка теперь нормально делаем делаем вот этому всему x симметрию так это у нас покраска да так это будет у нас c тоже черный цвет ну посмотрим как это получится да значит мост опозже и мы это все делаем вот так вот откидываем так здесь у нас еще ниже уходит здесь тоже как бы вот такая у нее штука тут вот так вот получается как-то лучше конечно все это загнуть значит в блендер да в принципе тоже неплохо так выходит да что-то симпатюшно не так все страшно мы сейчас чуть-чуть еще опустим распушим и вот этот край прям раз и будем тянуть к верху и тогда у нас она должна сапогом слиться все должно у нас получится так вот эта часть мне только не нравится она должна здесь вот еще как-то вот так вот идти шифтом чуть сглаживаем где-то еще значит можно подтянуть где-то вверх какой-то поднять ну а теперь давайте зайдем чтоб это помощнее смотрелось как-то и еще инфлатом снимаем маску все это дело зафиксировалось но они по-моему еще больше должны быть тут вот эти вот штуки у нее то ли нарисованы так но я думаю вот этого достаточно куда еще больше тянуть да в принципе должно быть достаточно так вот чем мне еще не нравится да но это уже в анимации значит костями тут ноги подкручу вот эти вот части ног должны поближе быть но тогда срастутся сапоги так теперь что еще нужно сделать давайте вот такую обманку сделаем вот если штаны у нас не штаны вот у нас вот эти локти вот эти тряпки мы сейчас объединим опустим где это находится у нас вторая штука так а ну-ка M где они у нас тут вот они делаем ей объединение merge down окей делаем динамеш склеиваем заходим в маскинг находим must be color must be intensive и пробуем все это дело значит через alt так делаем control и чтобы черная часть у меня так а ну-ка control z так а ну-ка control z вот эту часть там замаскируем будем с одной работать так control z так alt сюда делаем перекрутим и делаем и делаем значит модифика ползе мира and well должны были появиться у нас вот эти складки а появились только пятки а так м и 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 так ну вот в принципе и все единство что замком можно поработать значит в этом в блендер значит по симметрии майку если делать без симметрии то можно один край опустить один приподнять так а вот кстати по майке давайте тоже делаем маскинг я пока найдешь его мазь биковом от бинтенки и попробуем что никакого эффекта нету а есть вот он эффект чуть чуть ниже опускаем можно чуть-чуть сплюснуть тут еще в чем минус вот в этой вот штуки нужно ниже опустить а это чуть придавить чтобы в анимацию нас здесь растяжение все-таки было замаскируем вот эту нашу бляшку и замаскируем еще одну так и сделаем control и одну замаскируем еще одну вот эту пройдемся как и кон как не control и а просто попробуем альт перекрутить эту штуку и выдавить их вперед сделаем дай нам из но вот они уже побольше кажутся вроде бы прикольно теперь попробуем значить такую штуку понадобится кисточка стандарт зад rgb отключаем делаем ее поменьше он каузет интенсивность чуть чуть поменьше кисточку значит еще поменьше ну как-то так сзади теперь тоже повторяем вот эти вот одна это будет ликвидировать так через альту тоже мы за собачиваем там что-то делаем так тут теперь перешив тоже выглаживаем можем добавить немножко массы как это что на двоечку так добавляем массы и шертом выглаживаем а вот это вот лопая ну-ка стало лучше выглаживать или только на этой штуке я потом проверю еще на модели так мы здесь вот тоже да значит кисточка стандарт значит тут побольше на интенсивности поставить так вот и сюда переключилась она нет ну да он каузбек так вот и сюда Продолжение следует... 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 то это будет, наверное, очень печально смотреть. А там Тихий узнает. Так, а ну-ка, выглазим-выглазим, что тут вообще получается. Нет, вроде подмышка есть, но не та, конечно, подмышка. Ну, я так делал у модели, вроде проблем не было никаких. Если тут вылезет, ну, надо будет перемаскировать и вот это все поднять, все вот эти детали кисть руки, саму руку, значит, объединить, потом можно будет сделать, раскидать это, ну да, это уже не проблема будет. Ну, зато точный вид мы видим, да, что у нее вот именно вот так у нее. А вот не знаю, по животу, ну, по животу должен у нее выпирать, что ж она вообще дистрофик стоит. Что-то аж ела, живот всегда выпирает. Ну, вот так как-то. С бляхой, с ремнем можно еще поработать. Ну, если точно нужно прям копию, да, то там еще как-нибудь. Так, еще нам все нужно. Косу добавить. Так, тут поможет тоже. Ну, я показывал, как делать кисточку для косы. Ссылку кину в описании, значит, под этим роликом. Ну, давайте сделаем какую штуку. Так, мы добавим аппенд, добавим куб. Выберем Alt, клевая кнопка мыши куб или N, английская. Здесь выбираем из списка. Так, теперь мы его сплюснем. Мы его теперь растянем. Подведем, значит, к нашей голове. Вот так вот. Так, ну, в принципе, нам этого должно хватить. Там коса-то небольшая будет. Так, теперь добавляем кисточку косы. Load Brush. Ой, я сейчас, наверное, поодите отмена. Я лучше сохранюсь, наверное. Дзенкс молодая. И теперь, значит, что у нас тут получается. Ага. Кисточка Load Brush. Рабочий стол. Находим, где у меня тут все кисточки. Крылья, руки. Зубы, уши. Рога, волосы. Косица. Ctrl Z. Так. Stretch. Так. Я забыл, где она тут. Через Ctrl банка. По-моему, через Ctrl, да? Ctrl Z. Через Alt. Так, а ну, это большеватая, да? Это маловатая. Так, это коса какая-то четырех, аж. А ну-ка. О, вот эту оставлю. Так, и я ее хочу сделать еще побольше, потому что она будет короткая, а она маленькая, и она у нее должна быть толще. Ну, думаю, где-то такая она должна быть. Или нет. Чуть-чуть поменьше. Нажимаем на наш куб. Теперь, где у нас тут куб? Выбираем на наш куб, и удаляем его. Геометрия. Дел. Хиден. Так. Теперь, значит, косы пока нам не нужны. Делаем кисточку стандарт. Молк. Нужно ее теперь установить. Как она будет под анимацию с волосами. Так. Теперь нужно отсобачить, сколько нам не надо. Так. Теперь нам нужно подвести, чтобы она ровно стала для зеркалки. Так. Ctrl-Z. Даже зеркалку можно не добавлять, растянуть. Приблизительно тут подставить, значит. Я думаю, попал. Если не попал, то не столь же это важно. Так. Теперь выбираем мовт. Это позже. Иксиметрию включаем. Где-то что-то поднадуем. Подтянем. Здесь разные полигруппы, поэтому будет немножко одну тянуть, одну не тянуть. Можно по отдельности, допустим, там. Икс отключаем и вытягиваем просто раз в одну сторону. Ну, просто коса, она вначале, она толще, чем внизу. И поэтому нужно будет вот эту штуку поднадуть. Так. Ну, волос потом на нее можно завести. Все здесь завязать. Так. А вот здесь. И что как можно сделать? Если мы сейчас выберем, она будет когда зеркальная, не получится у нас такого, да? Тогда нужно каждую вот эту штуку, икс, вот так это все дело уменьшать. Ну, это можно посидеть, не проблема. Так, чуть-чуть она тут кривовато, но думал кривовато тоже должна быть. Так, есть такое дело. И добавим сюда, значит, какую-нибудь шнеготень, да? А шнеготень какая будет? Это если мы, значит, сначала выделим, покрасим эту штуку С. Так, Ctrl-Z. О, кстати, можно еще массы наработать. Вот. Поднакидать ей массы. Будет зашибысь. Так, теперь делаем на покраску. И все это дело просто красим. Со всех сторон. Потом выбираем темный цвет С. И вот здесь вот где-то в прорехах, чтобы, ну, показать, значит, что это тень, или как это, ну, оттенки какие-то добавить, да? Так, икс, симметрия, включаем. Переходим на другую сторону. Там где-то посильнее, где-то по... Разные, короче, тона повыбирать. Тремя тонами тут будет нормально смотреться. Теперь, выбираем волос, делаем ему дубликат. И сейчас будем делать обманку. Оп. Вытягиваем. Уменьшаем. Перекручиваем. Вытягиваем. Опять же, уменьшаем. Подгоняем к нашей вот этой штукензе. Надуваем. Перекручиваем. Подгоняем. Ну, я думаю, нормально сейчас еще тут тряпочку какую-нибудь добавить. Повязку, да? И делаем всему этому с том. Мира N12. Бам-бам. И по еще одной оси. Так, не по этой. А ну-ка, по этой. О. Пардонте. Так, а ну-ка. Ух ты. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Тогда мы это все дело отключим. И сделаем вот так вот. Transposed. Moff. Отведем. Перекрутим. Подведем к нашей вот этой детали. Заведем. Посмотрим, как она тут легла. Мы еще перекрутим. Заведем. Так, что-то он не стал подгонять, да? Вроде ничего такого. Все пишет. Все зашибись. Так, подгоняем. Перекручиваем. Загоняем. Уплотняем. Снимаем маску. Ну, а здесь уже Moff. К Apology. Можно, значит, немножко где-то поуменьшать. Где-то, значит, но это уже Dynamesh надо сделать. Так, где он тут? Dynamesh. Ага. 3000. 3000 мало. А сейчас сколько получится? 379. Ну, вот уже и форма сохранилась. И текстурки вроде бы еще целые, да? Вот. Ну, вот так вот. Тогда выбираем косу нашу. И чуть-чуть поправляем. Потому что волос отзеркалился более, значит, тонка. Мира. Он ровно стоит. Вот по косе мы и выбрали, да? Так, ну, теперь что нужно сделать? Выбрать волос. И вот эти части чуть-чуть тут, не знаю, подкорректировать как-то, но они у нее вообще-то висят. В принципе, сбоку мне нравится. Вот эту вот часть, конечно, можно еще потоньше сделать поменьше. Но вот эти должны дальние заходить в нашу косицу. Вот так вот сейчас. Здесь где-то еще больше, чтобы видно было, что они в косу-то как-то и заходят-то. Так, ну, тут еще с волосом поиграться, чтобы нормально все это дело, да? Внешний вид был где-то потоньше, потому что у нее он как бы не сильно пышный, такой слюнялый, он как бы у нее еще задавленный. Вот как-то так-то. Вот этот точно должен висеть. А ну-ка, побольше кисти возьму. Вот этот точно должна висеть и быть поменьше. Вот так. Там сзади пышнее, конечно, где косистое дело идет. Вот тоже, чтобы голова у нее не была, как этот, так вот он называет, там вай. Вот. Ну вот такая получилась вай. Теперь нужно, что, ну, декорректировать, значит, волосенки у нее. В принципе, внешний вид я менять уже не буду. Меня устраивает вот этот внешний вид ее. Так что, ну, осталось все это дело склеить, объединить где-то, доделать где-то, улучшить. И, в принципе, можно это дело на риф кидать. Будет прикольный персонаж. Все, всем пока. До свидания.